В жизни каждого человека бывают особые памятные дни. Один из них, конечно, это день свадьбы. На днях в Видновском дворце бракосочетания чествовали пары, которые соединили свои судьбы более 50 лет назад. Наша съемочная группа посетила эту трогательную церемонию и выяснила, что же нужно для того, чтобы пронести сквозь годы и сохранить огонь верности и любви, зажженной в молодости. В продолжение доброй традиции прошлых лет, 23 мая в дворце бракосочетания Ленинского района прошла церемония чествования юбиляров золотой, изумрудной и бриллиантовой свадеб. Более 50 лет назад молодые пары получали свидетельство о заключении брака. Мы расписывались в горсполкоме совсем по-другому. У нас не было пышной свадьбы. Мы пошли, он в солдатской форме, а я в простом платьишке. Расписались и пошли домой. Мы женились в Ореховском зубе и жили тогда. Ну, ЗАГС был, у нас там был дом советов, такое большое здание, и там был ЗАГС маленький, маленькая такая комнатка. Вот мы там расписывались. Мы, друзья были с нами. Семья Маляновых в этом году отмечает 50-летие совместной жизни. У юбиляров двое детей, две внучки и один внук. Их жизненный семейный опыт вызывает искреннее уважение и служит образцом для подражания. В свою золотую свадьбу супруги снова переступили порог ЗАГСа. Мы, как молодожен, волновались. Мы очень рады, что вас пригласили в судзащиту и пригласили в ЗАГС. Мы очень довольны и всем говорим спасибо. Это первый раз в жизни такой. У нас не было пышной свадьбы, но 50 лет совместной жизни отметим вот в ЗАГСе. Совместная юбилейная дата – это большой праздник для пар. Они испытывают чувство гордости. Ведь, несомненно, столько лет вместе – это нелегкая работа. Это преодоление трудностей, общей успехи и радости. Глядя на такие пары, понимаешь, что есть нечто незыблемое и по-настоящему прекрасное. А что же нужно для того, чтобы сохранить крепкую и дружную семью? Чтобы уважали друг друга, чтобы взаимопонимание было обязательно, без этого нельзя. В праздничной обстановке звучали многочисленные поздравления в адрес юбиляров. Им дарили цветы и подарки. Но особенно порадовало супругов внесение записей в юбилейную памятную книгу. Всколыхнув память, пары словно заново переживали самое памятное и торжественное событие в своей жизни. Приятным сюрпризом для приглашенных стало выступление заслуженной артистки России Валентины Втоменко. Ну и, конечно же, вальс в исполнении малышей из детского сада «Огонёк» тронул сердце каждого.